До того, как Чики Бомбони стал известен, у него был предок, которого создал, растил, жестоко терроризировал и в итоге кокнул Пьюзипай. До того, как Чики Бомбони стал известен в одном из российских зажопинсков, открыли целую сеть кафе с аналогичным названием, для пиара которой, согласно одной из теорий, начали форсить овечку из майна. И до того, как Чики Бомбони стал известен, никто даже не подозревал, что дружелюбный моб может быть иллюминатом. Добро пожаловать на Теллблог.нет, и сегодня ты узнаешь историю Чики Бомбони до того, как он стал известен. Боже, не эндресивный сверяк, но необычная отца, это вам не просто мем, это настоящий сленщик, Бомбони правит мем. Да, мы наконец-то эволюционировали до того момента, когда миром правит абстрактный мем, выстравшийся не пойми откуда, в начале текущей осени. Тут абсолютно никакого смысла, точно так же, как и прикол с Майклом Джексоном «Дай 2 гривни». Зато уже пегов Чики Бомбони и богатый бэкграунд, знать и уважать который обязан каждый ценитель мемов. Чики Бомбони – это овца, являющийся дружелюбным мобом, то есть движущимся персонажем из Майнкрафта, одной из самых популярных в мире игр, которая на днях исполнилась целых 10 лет. Собственно, как и овцам, присутствующим в первой версии «Песочницы». Овцам же выпала честь стать первым мобом, из которого дропались блоки. Их разводят для получения шерсти и баранины. Это зверьё обычно спаунится группами по несколько особей и идёт на свет. Тупые животные настолько тупые, что пытаются перепрыгнуть даже ту преграду, которая слишком высока для их коротких ножек. Хотя, если вдруг ты решил поиграть за блиющую скотину, то можешь делать такие вещи, до которых мобы, управляемые искусственным интеллектом, догадываются в крайне редких случаях. Не шарят, как отсюда вылезти, но я знаю, что можно просто-напросто открыть калитку и пролезть через калитку саму. Разводятся овцы очень просто, путём кормёжки двух находящихся рядом особей пшеницы. Тогда они делают свои грязные делишки, выпускают сердца, и вскоре появляются маленькие ягнёнок, прародительчики бомбанёнка. Кстати, детёныши появились несколько позже, в версии Майна 1.7, а на версии 1.12 существовали овцы аж 16 различных цветов, в то время как сейчас их всего 6. Есть живность самой распространённой белой шерстью, светло-серой, серой, чёрной, коричневой и максимально редкой розовой шерстью. В общем, прикольный персонаж, внутри которого можно даже жить. И наш дом полностью готов. Кто бы подумал, что над ним можно издеваться? А вот Пьюзи Пай не только подумал, но ещё и сделал. Обладатель 100 миллионов подписчиков летом выпустил серию летсплеев по Майнкрафту. Во второй части у него появился загон из овец, который Феликс оскорблял и унижал. В итоге, одной из овечек удалось сбежать, но она застряла в воде, ей досталось больше всего. Блогер так и назвал животное, Watership, то есть водяная овца. Правда, в девятой серии он сначала переименовал её в джеб, а потом заюзал бирку и нацепил джеб с нижним подчёркиванием, из-за чего скотина стала переливаться всеми цветами радуги. Вообще, Феликс очень долго издевался над своим творением и даже посадил его в тюрьму. История их взаимоотношений закончилась печально. Пьюзи прицепил на липкий поршень, магмовый блок и устроил своему персонажу, который фактически находился в ловушке, настоящую экзекуцию. У зрителей просто не укладывалось в голове, как Феликс мог так поступить с водяной овцой, которая за 12 долгих серий всем полюбилась. Сразу после жёсткой расправы 14 июля этого года народ запустил хэштег А в интернете начали появляться сотни мемов с What a Ship. На Reddit в её честь даже запилили тему, которая набрала 14 с половиной тысяч лайков. Видимо, узрив популярность майновского моба, наши дельцы поняли, что и в русскоязычных интернетах можно провернуть то же самое. И чёрт возьми, да! Достаточно было немного модифицировать стушку овечки, подписать смешным словом, и новый мемас уже разрывает тренды. Если верить знатокам из сети, то словом Чики Бомбони выражают отличное настроение. Этот неологизм означает плюс-минус то же самое, что и Чики Пуки и Тип Топ. По крайней мере, так утверждали сверхразумы из Mail.ru целых 7 лет назад. Стоп, а как они могли знать о Чики Бомбони аж 7 лет назад, если мему нет и 7 месяцев? Я скажу больше, о Чики Бомбони знали ещё раньше, почти 10 лет назад. Именно тогда в Волгограде появилась первая служба доставки пиццы, получившая такое интересное название. За время своего существования организация разрослась чуть ли не до пределов корпорации по местным меркам. По нему доставки теперь есть ещё и кафе, притом целая сеть. Заведения носят такое же название Чики Бомбони. Не зря же в Волгоградской области поисковой запрос Чики Бомбони пользуются максимальной популярностью. Поэтому прагматики и сторонники теории, что ничего в этом мире просто так не бывает, предполагают, что мем запустили по указанию руководства компании с целью раскрутки бренда. Другой вопрос, как они могли знать, что название Заведухи, присобаченная снизу к немного модифицированной овце из Майна даст такой результат. Но ведь получилось же! Начиная с октября абстрактные картинки начали неплохо форситься, а в ноябре Чики Бомбони стал настоящим трендом. Я хоть и не играю в Майнкрафт, но уверен, что вот такой трюк успел проделать каждый. Всё, что нам остаётся, это взять бумажку для пастеронии и использовать её на овцу и все. Дошло до того, что сейчас различают несколько десятков разновидностей Чики Бомбони созданы в коллаборации как с другими мемами, так и по отдельности, что называется чисто поорать. Есть Чики Бомба Джокер, Чики Мафиозник, Чики Бомбастер, Чики Бомблёня, Микробомбони, который ещё меньше Чики Бомбонёнка, Галактический Бомбони, Чики Бомбом и даже Чики Бомб Крипер, представляющий собой гибрид доброго и злого моба. Я новый тренд, а ты никто, Крипер уже не тот, у нас огромная семья. В связи с такой популяризацией семейства была записана песня, которая набрала более двух миллионов прослушиваний. Я считаю, что исполнительница этого шедевра должна ехать на Евровидение, а никакая не Бузова. Антибомбони, Чики Бомбонички, влюблённички, Чики Бомбомба, Чики Бомбонички, Чики Бомбонички, тамбонички, поморги, Чики Бомбонорги. А пару недель назад создали ещё один трек, посвящённый мемной овечке. Не удивлюсь, если скоро будут выходить Однако не все в восторге от Чики Бомбони Мани. К примеру, стример Пятёрка не оценил забавные картинки от подписчиков. Кстати, я заметил, вот сколько раз я на стриме говорю слово Чики Бомбони, столько раз мне и кидают подобные мемы, тупорылые, идиотские. Один дерзкий ютубер так и вовсе назвал Чики Бомбони иллюминатом. У иллюмината три угла. Значит, Чики Бомбони это подтверждён иллюминат. Доказано. Слава Богу, нашёлся автор, который записал достойный ответ, и поклонники мема могут спать спокойно. Альфред это дворец килибутмена. Бэтмен борится со злом, а следовательно и с иллюминатами. То есть, Чики Бомбони не имеет никакого отношения к иллюминатам. Получается, её пытались оклеветать, и это была ловушка. Ну, в самом деле, какой Чики Бомбони иллюминат? Его предок Вотэшри, которого создал и кокнул Пьюти Пай, страдал слишком много, а ведь иллюминаты, наоборот, заставляют страдать других. Он приносит ещё больше ржекича, чем кажется на первый взгляд, ведь не в последнюю очередь, благодаря хайпу вокруг Чики Бомбони, появился новый мема с подкодовым названием Жопер. С другой стороны, не забываем, что именно Чики Бомбони проявил. Так что, всё может быть. Ясно то, что если семейство овец из Майна продолжит плодиться такими же темпами, они действительно заполонят весь мир. Если серьёзно, то хз, чем можно объяснить такую дикую популярность мемчика. Наверное, тем же, чем и хайп вокруг этой фотожабы, этой и этой. То есть, ничем. Перефразируя знаменитый пассаж, Мы живём в самой прекрасной стране на свете. Мы живём в век абстрактных приколов и постиронии. А тот, кто не шарит, тот не сможет съесть деда. Когда в следующий раз увидишь очередной абстрактный мемчик и не поймёшь, почему это смешно, не расстраивайся. Ты не идиот. Просто ты не совсем постмодернист. В любом случае, Чики Бомбони уже вошёл в когорту мощнейших мемасов уходящей осени. И тут возникает вопрос, сможет ли овца из Майнкрафта навязать борьбу Рикардо Милосу в плане культовости? Станет мощным середнячком типа мемов «Кто прочитал, тот сдохнет» и «Хочу оливье». Или спустя пару месяцев будет пылиться на задворках истории постмодернизма, как дядь Тихон в костюме Адидас. Впрочем, стал известен. И да, теперь, как ты понимаешь, Чики Бомбони нахер не пошёл, ведь он уже сходил туда, не попав в наш топ-мемов 2019 года. Просто голосование случилось раньше, чем мем с Чики Бомбони взорвал интернет. Кстати, ссылка на наш топ будет в описании. Подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых отечественных, западных звёзд и явлений. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен. Также не забывай заглядывать в наш паблик ВКонтакте, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим голосование для новых роликов и орём над угарными мемчиками.